Привет! Это канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам про конференцию «Тренировка собак. Теория и практика». Как воспитывать собак без дрессуры? Почему важно давать тлающим выбор? Как решить проблему страха разлуки у питомца? Эти и другие вопросы обсудили 22 марта в одном из московских бизнес-центров на конференции под названием «Тренировка собак. Теория и практика». Организатором мероприятия выступило издательство Dog Friend Publishers. Эта конференция уже пятая и на конференциях у нас всегда один и тот же вопрос. Это разные темы, связанные с новой кинологией. То есть это с кинологией, которая основана на знаниях 21 века. Перед слушателями конференции выступили специалисты по поведению собак, кинологи, зоопсихологи. Несмотря на то, что у каждого выступающего была своя тема, абсолютно все продемонстрировали одинаковый подход к лающим, который кратко можно сформулировать так. Собак нужно воспитывать без строгой дрессуры. Важно учитывать не только физиологию лающих, но и психологию. Старая школа кинологии, не только в России, вообще по всему миру, это кинология собрана из кусков биологических знаний, которые хаотично появлялись в процессе изучения животных на протяжении огромного количества летом, даже веков, можно сказать. Плюс туда затесались различные мифы, амбиции людей и так далее. То есть это гремучая смесь из всего. Что-то там может быть, конечно, правильное, но всегда, поскольку это неполный комплекс знаний, туда всегда затесываются какие-то вещи, которые, в принципе, все дело портят. То есть, например, старый знакомый принцип стимул-реакция, который Павлов еще открыл, он сам по себе действует. Только мы не забыли о том, что речь идет не об одном стимуле и одной реакции, о том, что на собаку действует огромное количество стимулов. Реакции могут быть тоже самые разные, потому что каждая собака – это индивидуум довольно сложный. Издательство «Докфренд Паблишерс» проводит конференцию по психологии и тренировке собак уже в пятый раз. Каждый раз мероприятие собирает множество восторженных отзывов от слушателей, и владельцы собак и специалисты в области кинологии и зоопсихологии непременно находят что-то интересное для себя в докладах выступающих. Это полезно. Во-первых, это опыт. Ты можешь пообщаться с более знающими, более опытными коллегами, купить книги, конечно. То есть, я пришла, у меня список уже книг, которые нужно передать кому-то, которые кто-то заказал. Это новые знания. Несмотря на то, что я посещаю практически все семинары позитивных кинологов, никогда не поздно научиться чему-то новому. Даже сейчас я пришла. Конечно, большую часть я знаю, так как я практикую. Но все равно что-то интересное. Кинологи развиваются с каждым днем, особенно сейчас, с семимильными шагами. И когда ты приходишь на каждый новый семинар или конференцию, что-то для себя ты всегда почерпнешь. Конференция от издательства Dog Friend Publishers регулярно проходит в Москве и Санкт-Петербурге. Информацию о предстоящих мероприятиях можно узнать на сайте компании. О других интересных событиях, связанных с братьями нашими меньшими, вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!